Тут тоже обобщаю несколько вопросов по поводу взаимоотношений с государством и бизнес-климата в России. Какова ваша политика в отношении взаимодействия с государством и как тебе кажется, бизнес-климат, как ты его оцениваешь сегодня? Бизнес-климат? Да, в России. В других областях, так сказать, занимайте такие, как говорится, лидирующие позиции и как-то государство к вам чересчур лояльно относится, имея в виду в то, что оно у нас, так сказать, не щемит все время, так сказать, не атакует. Вот. И вот, значит, я, в принципе, много раз на эту тему высказывался. Я понимаю, что действительно людей, которые вот здесь собрались, этот вопрос действительно волнует многих, так сказать, да, как вот так вот выставить. Опять же, я вот не могу претендовать на универсальность наших подходов. Мы всегда очень сознательно старались от государства в достаточной степени дистанцироваться. Вот. По разным причинам. В принципе, так сказать, значит, мы всегда считали, что, знаете, вот этот старый такой солдатский принцип, подальше от начальства, поближе к кухне, так сказать. Знаете, вот, значит, мы, так сказать, всегда старались заниматься чем-то, не вступая в очень тесные контакты с начальством. Хотя многие бизнесмены и успешные, они рассматривали свои контакты и отношения с начальниками разного уровня, как такой бизнес-ресурс, так сказать. И, в общем, на этом строили во многом свои стратегии, так сказать, да. Мы никогда этого не делали. Мы вообще всегда, вот, так сказать, там, практически на пустом месте что-то начинали делать. Мы очень гордимся тем, что мы построили кучу бизнесов в областях, ну, как бы с нуля. Да, вот Альфа-банк мы построили с нуля. Я отлично помню, как я там, значит, в помещении, предназначенной для почты, так сказать, вот, мы арендовали на Бакунинской улице, и вот там было первое отделение Альфа-банка. Или вот я помню первый магазин Перекресток, который мы открывали. И, там, в этом, в Митино, так сказать, там мы купили, там, недостроенные помещения в жилых домах, вот, и прочее. То есть, вот, или там, например, в Мпелком, который, значит, правда, начали еще до того, как мы пришли. Но, когда мы пришли, он был московской компанией, в которой было несколько сот тысяч клиентов в Москве, и все. А сейчас это компания ВИОН, в которой, там, 270, если я не ошибаюсь, миллионов клиентов по всему миру. Вот. Вот все это мы построили своими руками. Вот. При этом мы всегда поддерживали ровные, хорошие по возможности отношения с властью разного уровня, там, и старались, но никогда не старались сильно с ними сближаться. Мы, я не могу сказать, что мы как-то специально прятались, такого тоже не было. Мы понимали, что вот у нас была всегда такая концепция некого, значит, второго варианта такого, да, так сказать, что лучше всего вот в отношениях с властью находиться во втором ряду. Потому что в первом ряду это вот попадать под свет софитов и, так сказать, вот такое яркое освещение опасно, потому что при смене, так сказать, вот декорации там, значит, меняются и, в общем, как раз находящиеся в первом ряду. Все вот эти любимые бизнесмены одного политика, значит, уходят, на их смену приходит новый политик со своими любимыми бизнесменами. Вот. А уж очень далеко тоже в нашей ситуации, вот в той модели общественно-экономической, в которой мы живем, тоже находиться, я бы сказал, нерационально. Потому что можно не докричаться в какой-то момент времени. Тут главное, чтобы была все-таки такая возможность добежать до кого-то и, в общем, так сказать, сказать, что тебя уже практически убили. Вот. В таком духе. Но мы никогда вот не старались попасть в какой-то внутренний круг любого руководителя. Значит, я вот говорил уже несколько раз в интервью, я никогда в жизни, например, не встречался с президентом Путиным один на один. Я встречался многократно в группе бизнесменов, там, РСПП или в какой-то другой форме, формате. Ну, много раз, так сказать, все годы его президентства или президентства Медведева и так далее. Но, так сказать, вот, например, с Путиным один на один я никогда не встречался, так сказать. Просто у меня не было необходимости такой, я не просил агудиенции и так далее. И вот, значит, когда меня вот спрашивают, мне тут недавно спрашивали, вот, западные журналисты какие-то, так сказать, а как вот так вот вы все время, значит, вроде бы у вас так все неплохо развивается и как бы власть вас не трогает, так сказать. Ну, мне кажется, что это очень неправильное представление о том, что власть, вот, она вот пытается, там, атаковать, так сказать, всех, у кого все хорошо. Это не так, мне кажется. Я вот, когда отвечал на вопрос, я им такую аналогию придумал. Знаете, я говорил, что вот, понимаете, вот, вот я путешествовал много, так сказать, естественно, значит, за эти годы все. И в Африке был много раз, там, с детьми, и там, ну, вообще сам был, так сказать, в Африке. И там вот, вот, как бы в Африке, где много действительно таких крупных хищных зверей, где лев, там, леопард, ну, и так далее, и так далее. Значит, одним из самых опасных для человека, животных, является бегемот, гипотам. Вот, и он действительно, от него погибает много людей. А погибают они по простой причине, потому что, значит, они делают такую ошибку. Вот, гипотам, во-первых, он травоядное животное, ему, в принципе, человек, как объект, ну, вот, потребления, он неинтересен. Вот, значит, вот, гипотам, значит, он, когда он находится на суше, вот, для него самое главное, чтобы между ним и водой никто не находился. Вот, если, значит, человек случайно, вот, вот, мирно там уже травку этот гипотам, вот, ну, если вот человек проходит и попадает, вот, значит, в поле зрения, и находится между ним и доступом к воде, вот, гипотам он моментально атакует, вот, ну, а зубы у него огромные, оно там перекусывает, там, и так далее, и так далее, моментально, или затаптывает, там, и прочее, прочее. Я говорю, вы знаете, вот, мне кажется, очень часто власть ведет себя в этом, главное, не надо находиться между ними и водой. А вода зеленая, да, такая? А? А вода зеленая, в Африке? Да, вода разного цвета, бывает, там, разных оттенков, так сказать. Черная. Ну, красная, зеленая, там, и все, так сказать, все, все бывает разное. Вот, но, значит, главное, что вот не надо, вот, вот, ты же понимаешь, как власть устроена, вот не надо попадать между ними, вот, их фокусом, так сказать, и, как бы, и имя, так сказать. Не надо вот попадать в этот промежуток, надо, в принципе, сознательно это избегать. Вот я всю жизнь считал, что мы должны этого избегать. Это мудрость еврейского народа или что-то еще? Ну, я же не якут, я не знаю, какого другого народа, или, там, я ничего плохого про якутов не хочу сказать. Ну, и, наверное, еврейского, если, так сказать, там, ко мне это адресовано. Так вот мне казалось, что вот так более безопасная модель поведения, понимаете? И я всегда старался, значит, ну, у нас, мы никогда не пытались получить какие-то господряды, госконтракты. И госпоставки, ни, там, с Газпромом, ни с кем, короче говоря. Никаких аукционеров государственных. Ну, у нас вот, у нас не было такого вот желания. Мы нормально взаимодействуем с государством, значит, у нас, мы, конечно, свои права пытаемся отстаивать, и достаточно решительно, если необходимо. Но, как говорится, ничего специального для нас, вот какие-то специальные, так сказать, фейворс, так сказать, вот мы в жизни не планировали, вот. Нас лишь бы не трогали, а мы сами там как-нибудь разберемся, вот, так сказать, вот мы так в этом убеждены. Вот вся философия наших отношений с государством на протяжении длительного времени. Ну, мы, конечно, никогда не были ни в какой оппозиции, ни финансировали, ни политические, там, партии, ни проправительственные, ни оппозиционные, никакие, так сказать, потому что нам всегда это было малоинтересно, так сказать. Вот, вот все. Вот, вот, я не знаю, полезно ли это вот слушателям или нет, но надеюсь, что, и будут ли они это использовать, но надеюсь, что им поможет. Спасибо.